Привет, мои хорошие, с вами Селия Насвей, и сегодня у нас будет долгожданное, мое лично долгожданное видео о моих покупках, потому что уже даже январь прошел и распродажа прошла. Кучу подарков я за это время получила, и мне скорее хочется со всем этим поделиться, может быть и для вас будет что-то полезное. А еще у меня есть хорошие, прихорошие новости. Это у меня новая камера, которую подарил мне любимый, буквально на днях, это Panasonic 4K HCVX-F1. Короче, шикарная камера, выбирал он сам, зная и разбираясь во всех этих параметрах. Здесь очень много разных приколюх, и замечательное качество, я сразу же понимаю, насколько все это отличается от моей. И плюс, я пока в ней еще только разбираюсь, хотела было сейчас снять на нее видео, но к ней обязательно нужен дополнительный микрофон. И они тоже у меня есть, но я их не зарядила. Вот такие вот замечательные петлички у меня. Я теперь смогу вообще, если что-то на улице снимать, я могу через дорогу стоять, а петличка, ну вы поняли, да, база, вот, и две этих, две, два микрофона. То есть отдельно, вообще могу стоять очень далеко, а слышно у меня будет очень хорошо. В общем, это я тут выставила вам показать. А, и еще у меня замечательный штатив. Вот смотрите, я просто вам покажу, насколько он теперь мягенько у меня, смотрите, плывет. Видите? Никаких дополнительных звуков вы не слышите. Смотрите вниз, вверх. В общем, штатив с какой-то стабилизацией нереальной. Это очень-очень мягкое вот это вот скольжение. Скоро все будет замечательно, вообще я вас уверяю. Только бы мне со всем этим делом разобраться. И большое спасибо моему любимому за такие подарки, потому что мне очень приятно, что моя работа ценится и помогается мне в улучшении качества, контента, всего этого. Вот. Дальше поехали. Что я еще хотела сказать? А, новые, новые, новые. У меня новый чехол, так как я, так как это наша компания, наш бренд. Вот этот вот, экстра квалити. Кто еще не знает, мы недавно открыли фирму, которая занимается производством вот этих вот пленочек, специальных, красивых, разных, текстурных или прозрачных, защитных пленок на телефон. Как видите, вот у меня мерцает матовая пленка впереди. До этого у меня была глянцевая, а сейчас матовая. Кстати, мне очень нравится, реально очень нравится. Конечно, матовая пленочка немножечко, может быть, снижает качество, или даже не качество, а яркость картинки, да. Но, честно говоря, те плюсы, которые она имеет, то есть она не оставляет следов, отпечатков, да. Она очень достаточно прочная. Прям вот сколько я юзаю телефон в сумке и все. Нет никаких царапин, ничего. Мне очень нравится. Вот. И сзади я поменяла, сделала себе чуть-чуть другую картинку, такая черно-белая. Она прям, смотрите, под мой лук сегодняшний. Я, честно говоря, не планировала все это дело подбирать. Но так получилось. Вот. И просто я эту пленку взяла, чтобы ее затестить, чтобы сфотографировать и показать. А на самом деле я себе еще собираюсь заказать пленку матовую, цветную, фиолетово-яркую. Мне почему-то очень понравился именно этот цвет. И судя по тому, как вот я юзаю вот эту вот переднюю пленку, падает, девочки, он у меня в день. Ну, один раз минимум он упадет. И самое интересное, он всегда у меня падает. Это я к тому, насколько защищает пленка телефон, да? Он у меня падает все время. Ну, сами понимаете. Выхожу я из машины, то есть я всегда разговариваю и кладу на колени себе телефон. И постоянно я, вот просто постоянно, я забываю, что я положила. И просто я выхожу из машины и вечно на асфальт у меня падает этот телефон. Поэтому постоянно все хорошо, все целое. Поэтому я обязательно вам рекомендую пойти к нам в магазин, выбрать себе какую-то классную защиту, либо полную прозрачную. Как, например, я заказала своему брату, уже ему подарила с женой. Они, допустим, им нравится их телефон, нравится дизайн и цвет самого корпуса телефона. И они заказали у меня именно полностью прозрачную защиту. И сзади, и спереди защитная пленка. А вот, например, есть подружки мои, которые любят что-то менять. И вот, например, для Леночки, для своей темненькой, Алена Русанова, блогер, тоже я ссылку на нее оставлю под видео, моя ростовская, я ей заказала вот такой. Вот мы вместе выбирали. И когда я к ней пойду в гости, мы его прилепим вместе под дерево. Текстурная пленочка, она ее айфон. Переднюю пленку мы ей заказали, глянцевую и текстурную, вот такую назад под дерево. Посмотрите, она реально прям текстурная, она вот здесь как дерево трогаешь. Очень классная, светленькая такая. Так что, Леночка, я тебе вот все привезла уже. Будет вот такая красивая, с боками. Можно заказать с боками, что будут обклеиваться бока. Можно без боков. И переднюю пленку защитную тоже внимательно, если будете заказывать. Можно заказать под чехол, то есть она немножечко урезана тогда будет, чтобы чехол, если вы любите силиконовый или какой-нибудь чехол, да, чтобы концы не загибались. То есть под чехол специально пленка идет. Или если вы под пленку, то передняя идет более широкая и захватывает все края. В общем, очень легко в установке. Я как блондинка все прекрасно сама делаю. Очень быстро и легко. И в общем мне нравится. И скоро у меня будет еще фиолетовый, и я тоже покажу вам, как он будет смотреться. Так, все ссылки полезные оставлю под видео. И на наш магазин с пленками я тоже оставлю ссылку под видео. Обязательно проходите. А теперь перейдем к одежде. Я же, я же обожаю шмотки. Так, с чего мы начнем? Я не знаю, честно говоря, с чего начать. Давайте начнем с того, что у меня появился вот такой супер-пупер костюм. Зеленый, хаки я выбрала. Он тепленький, с начесом. И он меня просто безумно классно выручил. Девочка делает сама на заказ. Офигенно просто качество. Вот видите, когда ты не на рынке где-то покупаешь. Ну, я на рынке уже давно ничего не покупала. Ну, где-то в магазинах масс-маркетах, да? И когда тебе реально, вот, можно сказать, дизайнерский, да? Ну, такой классический, дизайнерский. Мне очень нравится худи. Она такая широкая, объемная. Она у меня спросила длину по моим параметрам. Все сделала. В инстаграме девочка занимается. У нее огромная палитра цветов. Вот, это тепленькие костюмы. Также у нее можно и нетеплые костюмы заказать. С завышенной талией просто обалденные штаны. И она мне как раз прислала в тот момент. Я в инстаграме делала пост, кстати, делала ссылку. Но я еще здесь продублирую. Ссылку тоже вам оставлю под видео. Выбрала цвет хаки. И она, короче, прислала мне в такой момент, когда реально все мои вещи упакованы. Мне ходить не в чем. И на улице холодно. И реально я затаскала этот костюм. Самое интересное, что я не чувствовала себя каким-то непонятным человеком, который ходит в одном и том же костюме. Я понимала, что этот костюм классный. И прям идеально. Он под мои луки все подошел. То есть, если брать мартинсы, одевать сюда просто превосходно. И мою вот эту черную куртку Uniqlo. Просто обалденно. И любую шапку, которая у меня есть. Они у меня разных цветов, но все подходят под этот костюм. И я себя чувствовала, честно говоря, на высоте. Поэтому ссылку на эту девочку, которая своими руками делает такие замечательные костюмы, я оставлю, а вы посмотрите, как он на мне сидит. Продолжение следует... Теперь давайте пройдемся по мармалатам. Все правильно теперь говорю. Мармалатам. Первое, с чего я хочу начать, это с офигенных ботинок. Ту-ду-ду. Из натуралочки. Я не знала, девочки, честно, что в мармалате продается что-то натуральное. Вообще, что касается обуви, я, конечно, стараюсь по возможности... Конечно, если мне очень что-то понравится, я могу, конечно, не натуралочку купить. Конечно, конечно, да. Но стараюсь брать что-то натуральное. Потому что, во-первых, оно более прочное. Во-вторых, оно к ногам более такое, ну, понимаете, да, там запахи, все дела. Вот. И, короче, распродажи-то сейчас везде. Везде распродажи. Я успела немного на январскую распродажу. И как раз-таки все, что я вам сейчас буду показывать, это январская распродажа. И я смотрю, что эта распродажа захватывает еще и февраль. В общем, натуральная кожа. Видали? Стоили эти ботинки 3 990. 38-й размер. Со скидкой они стоили 1990. Почти 2000. 50% скидка. У них, кстати, очень много было 5% скидка. И они такие универсальные. Их можно, в общем-то, носить вот так со смешанной, с шнуровочкой. Видите, красная, бежевая. Можно одну вытащить и носить только бежевая. Можно только красная. Можно вот так вот миксом. Удивительно, что это, по-моему, последний у них даже размер остался мой 38-й. Удивительно, что они очень приятно сели. Потому что, когда, например, мартинцы я мерила в магазине, честно говоря, я к ним долго привыкала. Они жестковатые для ноги. А в эти села они прям свободные, классные. Туда еще стиль ко мне тепленько даже поместится. Если, например, зимой носить. Если такая зима, как у нас в этом году была, то вообще замечательно. И самое интересное, девочки, мечты сбываются, да? Мне нравится у них подошва офигенная просто. Видите? Вообще такие ботинки, они как бы трендовые, я знаю, потому что я смотрю всяких стилистов. И я вижу, что рекламируется все это дело, да? И советуется, рекомендуется, что это сейчас такая трендовая обувь, в общем, ботинки вот такие. И самое интересное, я хотела себе их всю зиму. Вот вся зима, которая была, я себе искала, искала такие ботинки. Все я никак не находила, потому что очень дорогие. Я не готова была тратить деньги, сами понимаете, ремонтом, все дела, да? А то, что я видела, тоже в пределах там 4 тысяч. Честно говоря, ну, это вообще не натуралка далеко. О, это в каких-то магазинах, типа, гроб я что-то там видела, или кроп-кроп, да, правильно? Что-то там видела похожее. Но оно как бы меня не вдохновило, отклика не было внутри, поэтому я как бы мерила-мерила. Что-то где-то давит, что-то где-то не то. Здесь, думаю, быстро испортится, заломы. Ну, и, в общем, вот это вот супер-мега находка. Спасибо Мармалата вот за вот такие классные ботинки. И я хочу скорее же, вы же знаете, да, что я не могу носить вещи, пока я, короче, вам их не покажу. Вот этот костюм, я просто уже думаю, ну, костюм возьму хотя бы, поношу. Потому что просто потом собирать все, это нереально. В общем, посмотрите, как они на мне сидят. Я безумно довольна, я счастлива, когда я их себе приобрела. Также в Мармалата я взяла очень много еще разных приколюшек. Например, вот такой цвет шарфа, трендовый цвет шарфа. Он, кстати, стоил... А, это, кстати, была не распродажа. 100% акрил, 1000 рублей, короче, стоил. Но мне понравился цвет, я давно все присматривала такой цвет. Я смотрю одну... Одного стилиста, Галант, по-моему, фамилия. Мне очень нравится, как она все рассказывает, как преподносит. И вот насматриваю, насматриваю. И она, по-моему, говорила у нас в начале... То ли в 2019 она это говорила, то ли 2020 год. В общем, она говорила, что этот цвет трендовый. По-моему, в 2020 он тоже остается трендовым. И вот, например, какие-то вещи таскать прям такого яркого цвета мне не хочется. Но такой аксессуар, как шарф, может просто обыграть и сделать ярким и модным любой образ. Поэтому шарф именно... Я когда она показывала, у нее есть какое-то видео, она прям показывает шарф такого цвета. И я прям... Ну, шарф показывает, еще какие-то аксессуары, которые можно, да, что будет круто смотреться. И я такая думаю, о, мне шарф! Я ничего другого не хочу такого цвета. Можно и шубу, понимаете, и костюм, там все на свете. Но я хочу шарф. И опять мечты исполняются. Шарф у меня. Причем он такой мягкий, такой классный. Немножечко такой, видите, текстурированный. И мне кажется, этот цвет мне, в принципе, идет. Так что шарфом я тоже довольна. Это новая коллекция. Ой, ну если в Мармаладе новая коллекция, то по-любому это трендовый цвет. Так, еще из мелочей, что я взяла? Я взяла вот такой вот для очков. У меня все очки, точнее, не все очки, идут в чехлах. И мне вот этот цвет очень нравится. Он такой, знаете, на виде перламутровый, красивый. Ну, просто очки, чтобы здесь хранить. Здесь черненькое внутри. Мне понравился цвет. И я взяла, не устояла. Также я взяла, и возможно, на моем втором канале, вы уже видели обзор чистая линия 3 в 1. Я как раз тестирую вот в этом вот, в этой прикольной повязке. Такие здесь ушки торчат. Ну, вы знаете, что на своем втором канале, ссылку на него я тоже оставлю под видео. Я тестирую разные крема, приколюшки, маски и так далее. И поэтому я собирала, прям коллекционирую разные такие прикольные маски для того, чтобы, ну, видео тоже были разные, такие интересные, смешные, с разными масками. Вот. С разными повязками. Вот. Поэтому я когда увидела вот эти ушки, у меня таких еще не было, я их взяла. А за сколько? 290 рублей тоже. Очень классные, приятные. Также я взяла, сейчас покажу. Ой. Взяла носки, короче, и аксессуары. Носки взяла, мне нужны были черные. Короче, одни носки черные взяла, одни белые. По-моему, они вместе по 150 рублей, да, вот эти 150 рублей. И, в общем, вот эти беленькие, завышенные, как раз я взяла под кроссовки, потому что я люблю такие завышенные носить под кроссовки. Здесь написано, не беси меня, мне очень понравились, не беси меня, видите, это я уже додумала, не беси. Это мы с моим любимым разговариваем, и когда иногда мы там друг на друга рычим, можно сказать, да, мы такие, не беси меня, не беси меня, это наша фразочка, поэтому, когда я увидела, не беси, думаю, опа, мои носки. Вот. Ну, немножко с таким завышенным, щиколоткой завышенной. И черные носки взяла, но только я что-то не посмотрела на надпись. Надпись прикольная, но скорее не олицетворяет меня. Там было написано, просто я модная, а ты нет. И как раз в этих носках я пошла на день рождения Полины, и там девочка была, и она прям такая обратила внимание, такая, чё-чё-чё написано? Просто я модная, а ты нет, и она такая, о-о-о. Я говорю, да я не посмотрела на надпись. Ну, как бы, это только разве приколы, если только кому-то сказать, а вот так, чтобы серьезно, то это нет, это не про меня. В общем, носки там есть прикольные, с прикольными надписями. И еще я себе взяла аксессуары. Смотрите, первое. Первое аксессуар за 190 рублей. Это просто на лесочке, просто вот такой вот камушек. Смотрите, как красивый. Мне вот очень нравятся такие. То есть леску не видно, и кажется, что просто камушек у меня вот такой вот. Вот здесь вот блестит, да? И все. Мне кажется, как раз, когда я открою, когда будет уже потеплее на улице, я открою здесь декольте, будет очень красиво. И самое интересное, что оно все в серебре, и тот кулон, который я не снимаю, он тоже в серебре. В общем, мне очень понравилось. Всего лишь 190 рублей. Думаю, блин, надо взять. Давно такую хотела себе. И такой вот, как бы, взяла набором. Он вообще отдельно продается. Вот такие вот сережечки за 490 рублей. Вот такие. Они немного разные. Как раз это тоже асимметрия такая иногда интересная. И за 390 вот такое. Как вы знаете, я люблю носить водолазки. И преимущественно водолазки у меня разные. Такие бежевые, какие-то молочные. Как раз вот это вот все я взяла именно, да. Что-то под беж, под молочное, на водолазочку вот так одеть. Мне кажется, будет очень ничего. Я надеюсь, что скоро мы тут уже все более-менее расфасуем. Что я смогу одеваться, наряжаться и быть для вас красивой, разной, интересной. И радовать не только свой глаз на видео, но и ваш. С мармалата закончили. У меня тут пакеты складывают. Про сатона возила, а теперь пакеты накидала себе. Себе же сама. Так, что дальше, дальше, дальше. Поехали дальше. У меня еще есть еще вещи же. Ёшкин, королешкин. Короче, в Faberlic появились новинки. В последнее время я все выбираю все кюлоты. Все выбираю кюлоты. И все выбираю, смотрю, какие-то костюмчики. Короче, на свой страх и риск. На самом деле костюм очень дорогой. Он, получается, стоит 8 тысяч, чтобы вы понимали. 8 тысяч комплектик стоит. И на свой страх и риск я взяла, думала, что если мне не подойдет, то я реально это дело обменяю. То есть мне должно быть оно реально сидеть классно. Ткань должна быть классная. То есть здесь реально, ну, крутая ткань. Состав я смотрела, обращала внимание. 94% хлопок, 3% шерсть и 3% кашемир. То есть хороший состав, натуральный, приятный к телу. Ну, но мне надо было знать, что это вообще за ткань и как она на мне сидит. Короче, брала и думала, если не понравится, обменяю. Но, блин, каково было мое удивление, какой же это крутой костюм. Широкие вот такие кюлоты. Кюлот у меня никогда не было, честно. И у меня еще одни кюлоты есть, тоже я их купила на распродаже, покажу позже. В общем, шикарный цвет. Просто бомбическая, легенькая, натуральная вот такая водолазочка. И я смогу их носить еще и раздельно. И, в общем, когда я посмотрела на себя в зеркало, я поняла, что нет, я его не верну. Он очень-очень крутой. Цвет офигенный. И просто дизайн пошив офигенный. И мне просто нереально круто идет. Посмотрите, как он на мне сидит. Я думаю, вам он тоже очень-очень сильно понравится. Это Фаберлик. И ссылку тоже на Фаберлик я оставлю под видео. Кстати, это не все, что я купила в Фаберлик. Это самый основной такой был, основной сразу такой был. Смотрю по цвету, да? Вроде подходит. Смотрим. Еще я купила мелочи некоторые. Фаберлик. Мы с мамой все время берем, когда у нас заканчивается. Какие-то такие, например, кондиционер для белья. Два в одном. Разные вкусы там есть, да? Что еще? Кондиционер для детского белья. В общем, это я беру в Фаберлик постоянно. Еще я взяла нитку для зубов Фаберлик. Такая вот ниточка. Потому что еще у меня все засвечено, я не пойму. Нитка для зубов из Фаберлик. Подношу, и так все светло сильно. В общем, сейчас я ее открою. И мне важно понимать, что она идет, знаете, как плоская такая нить. Либо она такая идет нить, которая вот этой ворсинки в разные стороны. И я вам скажу, ну, классно или нет. Потому что, честно говоря, я люблю плоские нити, чтобы они вот это вот не ворсились. И еще не резали сильно десну. И помада. Мне в последнее время очень нравятся помады Фаберлик. Вы не представляете. И я такую уже заказывала дизайн. Смотрите. Опа! Хлево. Опа! А тут зеркальце. И, в общем, цвет. Цвет. Смотрите. Там все трендовые цвета просто обалденные. Сейчас я ее накрашу. И еще аромат у них невероятный вообще. Короче, у них есть вот такие мне очень нравятся. И еще на магнитике есть. Я постоянно ими крашу. Все. У меня теперь вот эти вот помады Фаберлик. Они number one. Сейчас я вам скажу номер. Потом накрашу. 44,054. Так. А накрашу ее после того, как нитку затещу. Мало ли, может кто-то тоже нитками пользуется. Напишите в комментариях. Я без ниток жить не могу. Я зубочистки уже давным-давно отказалась от зубочисток. Пользуюсь только нитками. И зубной щеткой, естественно. Нить не плоская. Нить круглая. Не то, что я люблю. Но чистит неплохо. В труднодоступные щели хорошо попадают. Слушайте, нитка не такая идеальная. По плоскости, как я люблю. Но она тоненькая. И она реально очень хорошо вычищает. И мятная. Мне понравилось. Одобрямс. Ну и теперь, смотрите. Я здесь сижу и ничего не взяла. Никакого зеркала. Я только думаю, блин, опять за зеркалом идти. Как всегда. Знаете, это моя проблема, да? У нас здесь же есть зеркало. Сейчас накрашу. Хочу все цвета этой помады. Она матовая. Ну что за чудо-помада. Что за чудо-цвет. Так, продолжим так. Смотрите. Дальше что у нас? Я еще... А, ну давайте маленький аксессуарчик. Что-то я здесь купила. Вот в этом магазине. Сенсей. Даже не помню. Вот оно, представляете, уже стоит и ждет вот это. А, маечку! За 199 рублей! Нет! За 119! Это вообще подарок. Мне она понравилась. Она, ну, не простая такая майка прям, да, простая. А она прикольная. Во-первых, мне очень нравятся вот такие маечки, чтобы у них, видите, вот окантовочка такая была. Во-вторых, V-образный вырез. В-третьих, она текстурированная, из хлопка, его текстура, да. И мне кажется, что такая маечка, она пойдет не только, знаете, там, типа домашняя, да, в которую нельзя выходить. А она очень круто пойдет именно и для съемки чего-то, и поддеть под что-то. Она сама по себе красивая. Всего за 119 рублей я просто обалдела. Эско. Ну, кстати, она была, по-моему, там одна или две там их было. Поэтому я реально урвала эту футболочку. Классная. Футболочку, маечку, ё-моё. Урвала эту майку. Ой, вот такие келлоты, вот такого цвета. Это я покупала уже все в, знаете, каком магазине, я даже забыла название. Резервт, да. Это мы были, по-моему, с Полиной гуляли. Она там снимала отдельные видосы. А я сначала хотела снять отдельное видео, сделать подборочку каких-то. Я, кстати, это видео так и не выложила. Надо его смонтировать. Надо посмотреть на качество съемки. Потому что шоппинг-влоги, вот знаете, когда ты выбираешь какие-то луки и снимаешь себе в зеркало. Не очень, честно говоря, мне было удобно. Но я попыталась это снять. Тем более я увидела много прикольных вещей, которые бы хотела посочетать и померить. И, в общем, пока я снимала это видео, я все-таки нашла то, что я очень хочу купить, потому что реально было очень дешево. Кюлоты, эта тема модная, и я их взяла за 399 рублей. Это очень и очень дешево. Вот. Они выглядят немного... Во-первых, цвет тренд. Во-вторых, такая резинка такая черная. Во-вторых, плессировка, да, или как это называется? Плессировка? Плессировка. Сейчас очень модно. И они такие широкие, что кажется, что как будто это и юбка. То есть я поняла сразу, что это много в одном. Очень много в одном. В общем, посмотрите, как смотрится. Я надеюсь, что я более-менее нашла с чем сочетать правильно. Но еще и буду спрашивать у своего стилиста, как все это лучше носить и сочетать. Брючки классные. И последнее. Это просто офигенный комбез. Я не очень люблю комбезы. Но, во-первых, мне понравилась цена на распродаже. Во-вторых, мне понравился цвет. Видите, он какой красивый. Ну, в моем стиле все. Мне понравилось широкое. Широкий крой ноги. Тоже, да. Я его, на самом деле, взяла, вот этот комбез. Он под брючь. Ну, под этого идет. Вот поясочек здесь какой-то можно сделать. Я сначала взяла, сейчас скажу, сколько стоит. Тоже это в резерв все. За 600 рублей. 599 рублей. Вот. И я подумала, блин, надо-надо. И когда я уже купила, потом я иду и понимаю. Я сначала его представила просто, знаете, что под лодочки. Там лиф какой-то одеть или без лифа, там, не знаю, что-то придумать. И все, как бы сумочка. И вот летом мы идем там куда-то, да. А потом иду и думаю, что я туплю. Сколько такие комбезы одевают сверху. Во-первых, сапоги под низ можно одеть. Его можно одеть на любого цвета водолазку. Пожалуйста. Вот водолазка. Вот водолазка. Вот тебе комбез. Просто обалденно будет смотреться. Ну, я, конечно, не под такой цвет. Но если я, допустим, одену низ, обувь какую-то более-менее сочетаемая, то будет прекрасно. Но я немножко думала, например, что это будет у меня под черную водолазку. Тоже будет очень круто. В общем, сочетать можно по-разному, по-всякому. Я поняла. И поняла, что я взяла на самом деле универсальную вещь. Кто там падает? Вот. Тоже сейчас померю. Посмотрите, как смотрится. Смотрите, этот у меня провод, на самом деле, вы поняли, да, идет от интернета. И никак его не спрятать, никак не спрятать. И я его попыталась задекорировать. Надеюсь, нормально. Все, мои хорошие. Все, мои покупки. Наконец-таки я вам все показала. Теперь я смогу все это разложить и носить. Пишите ваши комментарии, что вам понравилось больше всего. Если у вас какие-то есть идеи, сочетания или не сочетания. Может быть, что-то я тут не так приложила. Говорите, пишите. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Впереди много-много-много интересного. А я с вами прощаюсь до следующего видео. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok